Мне очень жаль, что женщины столько работают в России. Не искренне жаль. Потому что женщина должна создавать дом, уют и рассказывать своему мужчине, какой он великий, как ей с ним повезло. Воспитывать своих детей, не перекладывать это все на няни, на чужих людей, на каких-то... И ожидать потом чего-то от своих детей. Конечно, тенденция не очень позитивная, потому что если женщина вынуждена брать на себя мужскую работу, условно говоря, выполнять такие социально значимые функции, серьезные, они требуют большой нагрузки, большой подготовленности. Значит, она не уделяет время, должное внимание ни семье. То есть это время, оно куда-то от чего-то оторвано, так или иначе. Мы воспитались на советских фильмах. Поэтому давайте, товарищи, если женщина хочет стать руководителем, дайте ей, пожалуйста, пусть руководит. Притом должно быть всегда ярко, идеально и красиво. Я не против женщин-руководителей, но я бы мечтал, чтобы женщины не хотели руководить, чтобы они все это поручили мужикам делать, а сами бы отдыхали. У меня всегда лучше работают с женщинами. Они тоньше, они интереснее. Более того, женщины преданней и в бизнесе, и просто в человеческих отношениях. Женщины с большим трудом предают, чем мужчины. С чем это связано? Не знаю. Мы лодку, в которой мы плыли, очень часто качали. Поэтому женщина решила взять весло. Но если дальше будет все, скажем так, достаточно стабильно, с течением времени, мне кажется, это, ну как, необходимость женщине много работать, она отпадет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!